Привет, друзья! Я сейчас на вокзале еду в Баранасе, и вот мой поезд уже едет. Я, если честно, удивляюсь, как вот тут мой помощник на ногах держится. Вроде еще держится. Какая веселая мужская компания здесь. Ой, здрасте. Держится, то он на ногах нечет, но куда-то он не туда пошел. Сейчас мы идем обратно. А я тоже особо не разбираюсь в этой системе, поэтому я вот нанимаю человека обычно. Сейчас гуляю между вагонами. Попкорнчик. Так заметила кровать. Интересно, первый раз вижу, чтобы кровать была. Вот так вот, между дверьми. Это, наверное, для рабочих. You work here? Yeah. You work here? You work? А, да. Да, для рабочих. Здесь какой-то вагон уже более старый, более страшненький. Какой-то замызганный прям, но... Смотрите. Этот более крутой, с занавесочками. Сейчас пришла к месту, где костры, взгут, кремация. И вот этот человек мне объясняет, оказывается, разные... Ой, забыла русское слово, как... Не этажи, как они. Ну, в общем, чуть выше. Это будет, значит, более высокой касты. Там самые важные, богатые. А здесь вот пониже, более бедные. Там еще одно место выделено для самых низких каст. Вот так вот даже тела кремируют по кастам. Он меня сюда привел показать, что здесь обычно прайм-министрово таких очень важных людей кремируют. Лучше под ноги буду смотреть. Ой, как жарко. А этот человек в белом, он член семьи, который начинает всегда огонь. И, ну, они должны побриться и одеться в белое. Все остальные, всем остальным, не важно, как они одеты. И вот он мне тут рассказывает мой новый друг, что это начинают тело жить здесь. А там уже, ну, в других местах уже заканчивается. Окей, thank you, thank you. Very interesting. Я даже не думала, что кто-то просто появится. Он появился, решил мне все объяснять. Все очень интересно. Я многих деталей не знала. Я уже год назад здесь была, но кое-что знала. А вот после церемонии принесли тело. Тоже сейчас его развернут и положат на костер. Ой, он меня прямо повел между костров. И я только пыталась скрыться, чтобы пепел не летел мне в рот и в глаза. Человеческий пепел. Какой? Это они покупают до сжигания тела. Всякие такие... Не знаю даже, как их назвать. Ну, чтобы посыпать тело, я так понимаю. И тогда зажигать. Вот это для воды. Если огонь сильно разгорается, а вот это покрывать тело. Теперь мы пришли на район, где самая высокая каста. Ой, у меня зажгет глаза. Так что вот под крышей. Нужно реку видеть. И все остальное, кремацию. Объясняет мне, что это святое. Огонь здесь для церемоний. А, и трава лежит для поджигания. Фух. Едет прямо на меня дым. А, окей. Привет, друзья. Я хочу посетить кремоходик в Варанасе. И сейчас пытаюсь найти улицу, которая в крематорию выходит. С одной стороны, конечно, классно, что мне попался такой проводник, который мне так хорошо мог все объяснить на английском. Но с другой стороны, потом уже начало напрягать немножко, что он все время кам-кам, еще что-то хочет, еще нужен. Мы за крематорией вышли. Как он мне храм Шивы хотел показать, но я уже видела, что мне надо было видеть. They're still saying the same thing.